Сколько денег свободных в арабском мире? Почему они к нам не пришли? Вот что только сейчас вы заключаете соглашение? А что министерство раньше не могло это сделать? И со сколькими странами до сих пор ещё нету ратификации или заключённых соглашений по защите взаимных капиталов? Сколько было денег у Каддафи? Почему они были в Европе, а не у нас, в наших банках? Ну что, получил что-нибудь? Ливия получила или наследники Каддафи? Это же сотни миллиардов долларов. Почему у нас они не находятся? Вот таким образом можно было бы защитить взаимное, так сказать, капиталовложение. Хотя бы личные деньги руководителя арабских стран, которые были без ума от России. Но опять никто не занимается в министерстве. У нас бухгалтер сидит, он выписывает ведомость на зарплату. Кто будет заниматься руководителями? Денег очень много. В Европе очень много денег свободных. И в Ливии специальное агентство по иностранным инвестициям, я приезжаю, вам пишу письмо. Во всем структурам. Никто ничего не реагирует. Они говорят, мы вам вложим деньги, дайте, скажите, куда? Строить олимпийские объекты готовы были. Там Дубай и другие арабские государства. Иду в Олимпийский комитет, поговорил с ним, а его убрали через неделю, так сказать. Негодный руководитель был тогда один из них. Там много было. То есть это задача Министерства экономического развития. Чтобы вовремя получать максимум выгоды от богатых арабских регионов. Это и Бахрейн, и Катар, и Ирак, и Ливия. Там же и Иран. И та же Сирия. И Садовская Аравия. Это всё можно делать. Но должны быть специалисты. Не на часы смотреть, перерыв, пошли в буфет на второй этаж, перекусим. И вечером уехал домой, так сказать. Должны быть люди с азартом. Люди, которые знают Восток. Жили там, работали. Хорошие экономисты, юристы, международники. Вот такой должен быть штат Минэкономразвития. Поэтому сегодня вы могли бы больше сделать для нас. Ибо денег огромных, свободных денег. И их предлагают оттуда, нам с вами. Мы не берём, а свои выводим. Это мы сегодня скажем Дворковичу. До каких пор правительство будет поощрять вывоз капитала за рубеж. Спасибо.